Девушки отдыхают И шикарной пиццей Переезжаю в Миннеаполис Арлингтон, штат Техас Поехали Настоящий бургер Будет вкусно Немного барбекю Необычно И настоящая легенда Скоро тут будет Эрл Кэмпбелл Шеф-повар знает своё дело Денёк будет что надо Всё это в нашем сегодняшнем выпуске Кафе-закусочные забегаловки Один из самых крутых моих знакомых Оператор-постановщик нашей передачи По имени Энтони Родригес Мы зовём его просто Чика Кстати, он сейчас за камерой Так вот, Чика говорит Мы с семьёй живём в Миннеаполисе И тут есть итальянский ресторан Который снесёт тебе башню Энтони редко врёт Поэтому мне надо проверить Это итальянский ресторан Бродерс Энтони, мы вместе объездили Где-то 300 заведений Говоришь, это топ-10? Да Здесь готовят максимально Похоже на то, что я ел в детстве в Бруклине Паста с курицей и пармезаном Это и есть итальянская еда в Миннеаполисе? Да Известное заведение? Конечно В Италии так говорят Здесь всех принимают по-семейному Здравствуйте Именно этим руководствовалась Молли Бродер И её покойный муж Том Открывая этот ресторан Что было источником вдохновения? Семейные обеды и ужин Сама жизнь В буквальном смысле Сегодня рестораном заправляют братья Сомелье Чарли Повар Дэнни И шеф Повар Томас У вас всё свежее? Да Приезжаю в Миннеаполис Особенно после того, как я узнал, что ингредиенты они покупают в Италии А пасту готовят вот в этой штуке Такого аппарата у меня пока нет Это аппарат для пасты Да, тут мы делаем яичные спагетти 300-400 порций в день А как с этим спать? Вот так? Тут должны быть цветы Нужно делать подношения Можем приступать Макаронная мука Нежная, но не слишком А это решётка для того, чтобы я не провалился, как Вилли Вонка Август Начинаем Тише Послушайте Теперь замесим тесто Мука Яйца Немного воды Будем замешивать 10 минут Положим ролик Откроем дверцу И паста будет попадать прямо на ролик Паста достаточно плотная и сама выдавится на ролик? Именно Да ладно А вот и ролик Снова раскатаем? Да Режет до нужной длины И ширины тоже Добавим немного манки, чтобы паста не слиплась Потом можно порционно выкладывать на листы Да А вы сушите пасту? Нет, всегда свежая Делаем пасту каждый день Теперь надо понять, как запихнуть эту штуку в мой Камара Правда, тогда посетители не досчитаются тысяч килограммов пасты в неделю Паста – основа для лазаньи, курицы и бесспорного хита Домашних спагетти-болонезе Ну что, пора делать болонезе Начинайте Оливковое и сливочное масло Лук Морковь Сельдерей Чуть обжарим? Да Какое мясо используем? Свинину И домашнюю говядину Класс Мясо поджарилось, добавим белое вино и немного потушим Добавляем молоко Цельное? Да Ну и звезда соуса – мускатный орех Молоко впиталось, добавляем помидоры Соль Перец Два часа и все будет готово Начнем варить пасту В сковороду добавим сливочного масла Паста готова Свежее фетучини, вот так Немного на огне Немного сыра грана падана И свежего мускатного ореха Я ел пасту по всему миру Я готовлю пасту сам, но это потрясающе Это ракета, на которой можно полететь на Марс Нежно Вкусно Сбалансировано Дамы и господа, шутки кончились Началась Кома от пасты Фетучини Болоньезе Болоньезе Лучше не бывает Расскажи, это вкусно? Очень вкусно? Или супер вкусно? Экстра нереально, супер вкусно Что вам еще нужно? Я пообщался с посетителями Вижу, как вы готовите Знаю, что вы покупаете продукты в Италии Такое не часто увидишь А паста – это только верхушка айсберга Здесь подают и блюда из других стран И деликатесы, и свою версию пиццы с восточного побережья Как-то я жил во Франции И подумал, что если... Извините, мы снова в Бродерс в Миннеаполисе Я вздремнул, попил кофейку И теперь мы сделаем пиццу с прошутто и руколой Пиццу? Напугали Начнем с теста для пиццы Тоже делаете сами? Да, каждый день Какого диаметра получится пицца? 45 сантиметров Большая в нью-йоркском стиле? Да Почему именно эта пицца? Мой отец родом из Нью-Йорка А куски там большие Если увлечься, можно и тарелку съесть Точно Может, побросаете? Кухня маленькая Вам надо быть пониже Только так получится А я своими перснями уже продырявил бы тесто Смесь дробленого чеснока и оливкового масла Для хорошего запаха Тертая моцарелла Выложим основу? Да Теперь свежая моцарелла Надо хоть попробовать Это что, тунец? Нет, не тунец Это же... Прошутто Очень вкусное прошутто, домашнее Даже сладковатая Мы ее обожаем Положим побольше Можно ставить в печь Температура? 290 Разок перевернем Сколько? 7-8 минут? Точно Посмотрите, какая красота 45 сантиметров в диаметре Но тесто невероятно тонкое Вот это я понимаю пицца Завершим пиццу Руккола Немного сыра Романа Нужно, чтобы пицца выглядела так Настоящий кулинарный Диснейленд Не обижайтесь, когда я так делаю Корочка должна быть со всех сторон Очень классная корочка, кстати говоря Тонкая, тягучая, хрустящая Потрясающая Оливковое масло очень кстати Сыру не приходится выполнять всю работу Больше ингредиентов не надо Неважно, чем вы сейчас заняты Продавайте лето на юг И бегом в этот ресторан Лучшая пицца в городе Без сомнения Лучше, чем нью-йоркская пицца Прости, Бруклин Очень насыщенные вкусы Сделано с любовью Это все мои реплики Нельзя их использовать Придумайте свои Ладно? Вкусно? Очень Когда Энтони рассказал об этом месте Он не уточнил, насколько мне снесет крышу Теперь я это понял Действительно снесло Спасибо Далее Везде должен быть лучший момент Отправляемся в Арлингтон Тайм-аут В бургерную Этот бургер из другой вселенной С любопытными ингредиентами Здесь столько всего потрясного Супер Кафе-закусочные забегаловки Я знаю, в это сложно поверить Но у меня есть репутация знатока бургеров У меня даже есть своя бургерная А за всю историю передачи Мы побывали в сотнях бургерных Когда я услышал, что в Арлингтоне и Техас Есть заведение, где для бургера смешивают грудинку и говяжий фарш Я понял, что мне нужно там побывать Это бургерная чоп-хаус Булочки готовы Потрясающие бургеры Фирменный бургер Лучшие бургеры в Техасе Бургер с десятью перцами и луковые кольца Стоит попробовать Конечно, и заправляет всем шеф-повар Кенни Миллс Кенни тратит много времени и сил, чтобы каждый посетитель получил идеальный бургер Этому он научился, проработав в ресторанах 25 лет Заказ готов В его бургерах уникальные ингредиенты И один меня заинтересовал Мы коптим грудинку и смешиваем ее с фаршем Тайм-аут По-моему, он сказал, что смешивает копченую грудинку с сырым фаршем Надо узнать, что да как Мне показалось, вы сказали, что смешиваете копченую грудинку с сырым фаршем И делаете бургер Именно так Интересно Это вкусно Давайте приступать Сделаем домашний соус для стейков Там что, изю? Да, для фруктового вкуса Денек будет что надо Карамелизируем лук апельсиновым соком Вы канарейку добавили? Чуть патоки Яблочный винный уксус Бальзамический уксус Соевый соус Соус получается что надо Изюм Вустерский соус Интересные там персонажи Обычный соус чили? Да, с хреном Необычно Черный перец горошком Основа для курицы и говядины Будет насыщенно Пару литров воды Доводим до кипения Убавляем огонь Варим 45 минут Охладили? Да Класс Смешаем в блендере Перец горошком Сам себя не измельчит Теперь погуще Вкусно Смотрите какой гордый Аж перья торчат Десять лет к этому шел Это моя жизнь И пришли Кладем грудинку Добавляем мерпо Морковь Лук Не забудем про халапеньо Мы же в Техасе Перец горошком Лавровый лист Чуть воды Обернем фольгой Ставим на 6 часов Температура 200 градусов Нежное мясо Отстает от кости Теперь нарежем Сделаем котлету Все смешаем Добавим нашу собственную приправу Гранулированный лук И чеснок И все это на гриль На чем жарим? Мискитовое дерево Дает отличный вкус И хорошо горит? Да, будет вкусно Котлета средней прожарки Какой соус Здорово, что видно Частички ингредиентов Пара кусочков бекона Копченый чеддер Ставим в духовку на пару минут Чтобы сыр расплавился Латук Помидоры Маринованные овощи Тонко нарезанный лук Все как надо Бургер готов В этом бургере столько всего крутого Например Та же грудинка Она дает контраст вкусов А контраст мы любим А жарка на мискитовом дереве Если есть возможность Нужно использовать его Фантастика Но главная звезда А у всех блюд должна быть главная звезда Это соус Очень вкусно Этот бургер из другой вселенной Готовьтесь Он захватит ваши вкусовые рецепторы Фирменный бургер Смесь разного мяса Это чудесно Этот соус для стейка Он великолепен Бесспорно Бургеры готовы Самое главное Это то, с какой самоотдачей работает Кенни Как научились готовить? Я готовил с 15 лет У меня был стейкхаус в Далласе А потом мне исполнилось 50 И я решил Пора пустить в свою жизнь кризис среднего возраста И больше Кенни усложнять не стал Бургер готов Пока вы доедаете первый бургер Вы планируете, какой взять следующий А выбор здесь широкий 10 бургеров в меню? Да И каждый уникален? Да Мой любимый Тексиканский Спико де галья Либо Каролина Рваная свинина Саус барбекю И капустный салат Я пробовала здесь несколько бургеров Сегодня взяла с 10 перцами Бургер 10 перцев Красный сладкий перец Паблана Зеленый сладкий Анчо Чили де арболь Калифорнийский Перец из Нью-Мексико Хабанеро и халапеньо А десятый Табаско айоли Он идет на булочку? Да 10 видов перца Поджарим на гриле, чтобы добиться копченого вкуса Что может быть лучше мискитового дерева? А пока положим другие перцы в воду, доведем до кипения Обожаю анчо И я Вытаскиваем Снимаем стебель Измельчим До появления кухонных комбайнов рядом стоял человек и подносил вам продукты к ножу, так ведь? Тут у нас хабанеро и халапеньо Что так медленно? Несу Надо же как-то зарабатывать Теперь котлета Мощная получается Сверху специи Гранулированный лук и чеснок, соль, перец И все готово Бургер с чили для вождя Сыр Пепперджек Салат Помидоры Маринованные овощи Лук Тонко нарезанный Десять перцев Табаско Так Отлично Бургер Десять перцев Только взгляните Говорите не остро? Не чересчур остро И это техасец говорит калифорнийцу Вкусно? Хорошее мясо Основные ингредиенты сбалансированы Смесь перцев божественная Вкусно, но не безумно остро Вы молодец Блестяще Спасибо Бургер Десять перцев Лучше острый бургер Бургер Десять перцев Он довольно острый Заказ готов Кенни отлично готовит Вижу, что у вас в меню есть Кое-что особенное Бумбы здесь делают из сосисок Эрл Кэмпбелл Эрл что-то вроде местной звезды Вроде? Один из моих самых любимых игроков в американский футбол И сегодня он заглянет сюда Мы в Арлингтоне, штат Техас В бургерный Чоп-хаус Наедаемся до отвала Но сегодня мы сделаем нечто особенное Гумбо Но не какой-то там гумбо Гумбо с сосисками Эрл Кэмпбелл Причем его отведает сам Эрл Я рос в Северной Каролине У нас были свои любимые игроки Так вот Моим любимым был Ранинбек Хьюстон Ойлерс Эрл Кэмпбелл Он основал компанию по производству мяса и сосисок Эти сосиски пойдут в наш гумбо Только посмотрите Сначала лук Зеленый и красный сладкий перец Сельдерей Святая Каджунская троица Жарить не будем, нужно, чтобы они хрустели Тимьян, орегано Порошок чили Лавровый лист Паприка Каенский перец Маловато каенского перца Пока повременим Гранулированный чеснок Основа для моллюсков и курицы Добавим 3 литра воды И будем помешивать? Точно Дадим побариться Подождите, а сосиски? А их мы добавим в самом конце, чтобы было жирнее Ру добавляем? Да, с темным шоколадом Круто! А сосиски когда? Скоро Если не поторопитесь, половина сосисок не будет Повчерпнем бульон и добавим в ру Затем перемешаем Задаем нужную температуру Это нужно, чтобы ру не комковалось Очень мило Дальше что? Сосиски Окра И приправы из листьев сософраса Сософраса И, наконец, мясо краба и рака Теперь понятно, зачем основа для моллюсков Перемешаем Когда будет готова к подаче? Через 10 минут Чтобы все было теплое? Все верно Наливаем на рис Вот так Целый набор овощей Мне нравится окра Овощи и вправду хрустящие Мне попались сосиски, они отличные А сколько стоит гумба? 4,5 доллара А тарелка, наверное, еще больше этой Выгодно Приходите все сюда Это потрясающе Спасибо А теперь давайте накормим Эрла Тарелка гумба Как вам гумба? Вкусно Особенно мясо раков А сосиски? Тоже хорошие Их делали со знанием дела Вкусно? И еще как У вас отличное шоу Вы многим помогаете Моя мама говорила Очень сложно ненавидеть людей Но очень просто быть к ним добрее Стараюсь следовать этому правилу в жизни Это один из лучших моментов в истории передачи И в моей жизни Спасибо вам большое Спасибо Это вам спасибо Вы классный Ну что, почти весь список сделан Осталось забраться на пирамиду И покататься на единородье На сегодня все Но по всей стране еще много классных заведений Увидимся в следующем выпуске программы Кафе, закусочные и забегаловки Вы про того парня со смешной прической? Я и говорю Да, нам очень нравится эта пятничная передача Хотел спросить А когда вы ведете передачу? Дайте мне вздохнуть, пожалуйста Нет, послушайте Это нечто Спасибо за просмотр!